Сотрудники 14-го батальона ДПС и Ространснадзора провели рейд под названием «Автобус». Они проверили техническую исправность транспортных средств, а также наличие у водителей документов, разрешающих заниматься пассажирскими перевозками. Результаты совместной работы в нашем следующем сюжете. В поле зрения участников рейда – общественный транспорт и автомобили-такси. Первыми в диалог с водителем вступают сотрудники ДПС, далее подключается Ространснадзор. Первого нарушителя выявили почти сразу. В этой маршрутке нет тахографа. Страховки тоже не оказалось. Пассажирам пришлось покинуть салон, а водителю пройти сотрудникам ГИБТД для оформления протокола по линии Ространснадзора. Это наличие лицензии, путевки и предрейсового медосмотра. Претензий нет. В данном мероприятии мы выполняем роль контроля пресечения незаконной деятельности перевозки пассажиров. Проверяем наличие необходимых документов для выполнения данного вида деятельности, который определяется нормативными документами. В прошлом году на территории обслуживания 14-го батальона ДПС возросло количество аварий, совершенных по вине водителей автобусов и маршрутных такси. По сравнению с 2019 годом число пострадавших в таких ДТП увеличилось с 1 до 5. Данные водители часто нарушают правила дорожного движения при проезде перекрёстков, выезжают перекрёстки на красный сигнал светофора. Также пользуются мобильными устройствами при перевозке пассажиров. Такие профилактические рейды проходят на территории Люберис регулярно. Главная цель – обеспечить пассажирам общественного транспорта и такси безопасные поездки. Уизай Газарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.